Могу ли я стать миллиардером? Я не знаю, как часто вы задаете себе такой вопрос и задавали ли вообще, но вообще это свойственно каждому человеку один прекрасный момент задуматься. Почему они, а не я? Почему у них так много денег, благополучия, богатства, роскошь, а не у меня? И могу ли я быть на их месте? А если могу, то что для этого нужно сделать? Именно этому посвящены 3 видео, которые входят в цикл «Могу ли я стать миллиардером?». И по окончании этих видео вы ответите себе на этот вопрос. И во всяком случае у вас будет понимание, почему вы до сих пор не являетесь миллиардером и что нужно для того, чтобы им стать. Смотрим, будет интересно. Итак, это третье видео из цикла серии «Могу ли я стать миллиардером?». И в этом видео мы поговорим о благочестии. И что это такое, зачем оно нужно, как это связано с богатством, с процветанием. И для тех, кто не смотрел предыдущие два видео, я советую сейчас выключить это видео и посмотреть первое видео «Три законы» или «Три правила удачи». Второе видео про карму. И потом уже благополучно переходить к этому третьему видео, которое вытекает из предыдущих двух. Вот. И таким образом я бы хотел начать с истории из... Это одна ведическая история из Шримад Багаватам. И рассказывает она о неком Судхаре Муни, йоге, который медитировал достаточно большое количество времени, совершал аскезу в уединенном месте и однажды решил, что не все его материальные желания исчерпаны. Вот. И ему пришла идея в голову наверстать немножечко. Вот. Во время медитации он увидел двух рыбок, которые вступили в брачный сезон. И посмотрев на них, он решил, что «Ну а почему мне не жениться? Сижу здесь уже достаточно долго, медитируя, желания в голове еще остались». Вот. И вот этот вот Субари Муни пошел к царю в той местности, где он находился. Вот. И попросил в жены его дочерей. На что царь ему сказал «Дорогой мой Муни, мои дочери сами вольны выбирать. Если они захотят на тебе жениться, тогда так-то может быть. Если нет, ну извини». Ну вот, Субари Муни посмотрел на себя в зеркало, увидел седые волосы, одрябшую кожу и так далее. Такой непрезентабельный вид или что, что ни одна девушка в своем уме на него замуж не пойдет. Вот. И с помощью силы, вызванной вот этой вот аскезой, которую он долгое время совершал как поклонение Всевышнему Господу, вот с помощью вот этой накопленной силы или вот этого благочестия, результатов вот этой вот аскезы, он приобретил свое тело. То есть, он приобретил свое тело и, представ, перед пятьюдесяти вот этими на черме царя, он настолько их впечатлил, что все они захотели за него замуж. Таким образом, он привел их к себе в дом, а поскольку дома и не было, также с помощью мистического силы, это описывается, он создал огромный дворец, равный которому на тот момент в принципе не было на земле. Вот. С огромными садами, с огромными богатствами, с фонтанами, с парками, с огромным количеством зверей, вот. Огромное количество денег, предметов, роскоши, прислуги и так далее там находились. То есть, когда царь туда приехал в гости к своим дочерям, он был просто в шоке. Такого он не видел никогда. Вот. Это, на минуточку, о могуществе, которое дает правильная, правильная деятельность, правильная аскеза, то есть, этого благочестия. То есть, настолько был велик уровень вот этого благочестия, вот этого мудреца, что он мог в физическом смысле даже проявлять. Вот. Сегодня мы не говорим о таком уровне, о таких великих йогах, которые, как волшебники или фокусники, да, могут проявлять какие-то вещи, предметы, дворцы, преображать свое тело и так далее. Мы говорим немножечко о другом уровне, но смысл тот же. Смысл в том, что с помощью определенной деятельности, определенного состояния, как бы, то есть, можно накапливать вот это вот, вот это вот благочестие. Так, мы поговорим в этом видео о том, что такое благочестие, дадим определение, поговорим о том, какие виды благочестия бывают. И самое интересное, каким образом можно накапливать это благочестие и попробуем все-таки ответить на вопрос, о про меня ли это, могу ли я стать в итоге миллиардером, достаточно ли у меня для этого положительной кармы и вот того самого благочестия. Вот и самое первое определение, которое, я думаю, уже вытекает из истории, о которой я рассказал. благочестие это некий невидимый счет, который у нас есть, как в банке, на который мы кладем деньги и с которого мы эти деньги снимаем. Вот, в данном случае благочестие это некая невидимая духовная энергия, с помощью которой мы можем достигать своих материальных и духовных целей. То есть, желание, из желания исходит цель какая-то, да, и для того, чтобы ее достигнуть, для того, чтобы обстоятельства сложились благоприятным образом, вот, нужна как раз вот эта энергия благочестия. Я думаю, что многие из вас задумывались, и мы, в принципе, об этом говорили в первом видео, почему у кого-то получается, у другого не получается. Там, вроде, люди делают, совершают одни и те же действия, одному прет, бизнес идет в гору, там, стартап обрушивает, там, все, 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 все котировки берет, там, все эти, все вершины, да, а другой, там, последний шиш с маслом доедает, и чтобы он не делал, там, ничего у него не получается. Хотя, в принципе, идеи те же самые, как бы, берут они эти идеи из этого окружающего мира. Но почему так складывается обстоятельство? Почему удача кому-то благословна, а кому-то и нет? Именно на эти вопросы мы отвечаем. Именно о том, термом это и есть. Почему кому-то везет им стать, а другому не везет? Вот. И благочестие, соответственно, это вот это как раз загадочная, мистическая энергия, в которую можно верить, можно не верить, но другого объяснения, удачи, сколько вы не будете искать, вы его не найдете. То есть, все положится на научное исследование о том, что есть теория вероятности, и по теории вероятности, как бы, то есть, ну, кому-то может повезти. Но это не так, как бы, то есть, это не работает таким образом. То есть, люди, которые преуспевают, которые инвестируют огромные деньги, как бы, то есть, и снимают куш, там нет этой теории вероятности. То есть, здесь есть что-то, что-то большее, то есть, какая-то информация, какая-то связь, какой-то секрет, который есть внутри того, что они делают, внутри деятельности, который им позволяет добиваться как раз этого успеха. И вот все это как раз и о благочестии, об этой невидимой энергии. И они немножечко подробны тогда, что же это все-таки такое, какие виды благочестия, в принципе, бывают. И насчитываются три основных вида благочестия. Первый из которых это карма сукрити. Из названия вы слышите, что это связано неким образом с кармой, с деятельностью. Это гьяна сукрити. Гьяна это знание. И это бхакти сукрити. Бхакти это преданность Богу, это служение Богу и все, что с этим связано. Все эти три термина ведические. Это санскрит. Они описываются в ведических писаниях, которые уже насчитываются более пяти тысяч лет. На самом деле им десятки и миллионы лет. То есть говорится, что это знание, которое было записано, оно исходило из первых вообще прародителей человечества, из патриарха космических. Изначально оно и зашло непосредственно от источников всего этого творения, от самого Господа Бога. Таким образом, первое, карма сукрити. Карма сукрити это деятельность. Деятельность, связанная с, благочестие связанная с деятельностью человека. То есть человек, исходя из своих желаний, своих представлений, ради процветания, ради других, может быть, да, то есть совершает благие поступки, занимается какой-то деятельностью ради плодов. Это и называется, деятельность ради плодов называется кармой. И таким образом, он получает вот эту вот энергию. То есть человек при жизни построил сто или тысячу колодцев, для людей, вырвал колодцы для людей, чтобы там где-то в пустыне или в каких-то засушливых местах, то есть они могли поливать урожай, поить скотину, пить сами, как бы развивать эту местность. То есть, ну это вот самый такой пример благотворительной деятельности. Вот. И таким образом, вот такая деятельность по тем же писаниям, как бы говорит о том, что человек при жизни становится преуспевающим и богатым, и после смерти он достигает высших райских миров, да, на которых, где нету рождения, нет, есть рождение и смерть, как бы, то есть, но страдания по сравнению с нашей землей, они сильно уменьшены. То есть, вот такой человек, он в следующем рождении может родиться изначально в очень богатой семье, да, ему не придется думать о каком-то базисе, да, для своего развития, пропитания. То есть, он изначально, в самом начале своего рождения может уже идти дальше, то есть, развивать понимание этой жизни, вот, заниматься также благотворительной деятельностью, искать себя, свою связь с Богом осознавать, как бы, для того, чтобы дальше духовно расти, развиваться, духовно-экономически и так далее. Следующий вид это гьяносукрити. Гьяносукрити это деятельность, связанная со знанием, с познанием. И в данном случае имеется, под словом гьяносукрити изначальное духовное знание, то есть, не материалистическое, как бы, то есть, не только наука, да, то есть, современная материалистическая, которая утверждает, что весь наш мир произошел от некоего взрыва, а что взорвалось, никто объяснить так и не может. Ну да, взорвалось, что-то взорвалось, как бы, и теперь все это расширяется, 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 и от этого появилась, как бы, наша планета. А что взорвалось, никто так внятно и не объяснил. И много других безумных теорий о создании этого мира и так далее. Вот это современная наука. Наука, которая с помощью огромного количества экспериментов пытается вывести какую-то теорию. То есть она говорит, я ничего не знаю, я сделаю 100 экспериментов и на основе этих экспериментов выведу какой-то довод или какую-то теорию, что возможно это будет так. То есть это экспериментальная наука, то есть она не от знаний исходит, она исходит от экспериментов. А помимо этого есть некое высшее знание, которое уже есть в истории нашего человечества, которое записано как раз в ведических писаниях. Есть определенные виды шастер, которые описывают медицину, которые описывают космологию со всеми планетарными системами. Еще до того, как современная наука начала об этом даже думать. Есть шастер, которые описывают строение космических кораблей для понимания летательных аппаратов и так далее. И гьяна, это научное знание, но научное знание в связи с Всевышним, в связи с Господом. То есть которое не только материалистическое тело изучает, но изучает и душу еще. То есть рассматривать человека не как человека, а как душа в человеческом теле, который приходит с какой-то целью. И познание, путь вот этого познания, изучения всех этих писаний, научного подхода, в том числе сопоставления на основе этого понимания, что есть правда, что есть неправда. Это как раз вид деятельности гьяна сукрити, который приносит гьяна благочестия и ведет к освобождению из необходимости рождаться в этом мире. То есть это много разных плодов, как бы может быть в зависимости от того, что человек хочет. Но вот одно основное, как бы это как раз возможности выйти из пути вот этого, как буддисты говорят, самсары. В цепи самсары это колесо, то есть цепь постоянных перерождений, когда человек вынужден перерождаться в разных телах, в разных материальном мире и так далее. И третий вид благочестия это бхакти сукрити. Бхакти сукрити это деятельность напрямую связанную с Господом. То есть это некое состояние сознания, где человек развивается свое отношение с Богом, с Господом еще в человеческом теле, то есть находясь в этой жизни. И различают пять видов освобождения, которые вот эта деятельность бхакти дает, они описаны также в священописаниях. И первый вид освобождения, который дает эту деятельность, это растворение в брамане, или некая нирвана. То есть это какое-то такое бистелесное сияние, блаженство, в которое душа попадает после смерти материального тела. И говорится, что она там вечно насаждается, она находится в абсолютном покое, в блаженстве, в таком состоянии, которое мы как-то пытаемся имитировать, или как-то пытаемся понять, попознать через какие-то мгновения счастья, экстазы, блаженства, какие-то вещи, а там она постоянно в этом состоянии находится. Следующий вид освобождения это обладать теми же богатствами после смерти, обладать теми же богатствами, что обладает Господь Бог. То есть в духовном теле находиться, во-первых, не рождаться в материальном мире, а перенести в духовный мир и обладать теми же самыми богатствами, которые принадлежат им. Можете представить, насколько богат Господь, и какие у него есть богатства. Ну, такое не самое плохое бит освобождения. То есть мы сейчас говорим про миллиарды, но миллиардеров на минуточку на нашей Земле, по последним данным, там порядка двух тысяч, по-моему, да, даже больше. То есть это миллиардеров только. Понимаете, что это не совсем уровень, скажем так. У нас, конечно, это уровень, да. Ну, так, в масштабах вообще нашей Вселенной, да, где есть не только наша планета, есть и другие планеты. Можете представить, какое количество золота, серебра, каких-то других драгоценностей, драгоценных камней находится. Вот, это о богатстве с помощью второго типа освобождения. Третий вид освобождения – это жить на одной планете со Всевышним. Вот, ну, можете тоже себе представить, как бы, что вы живете на одной планете со Всевышним. То есть здесь у нас есть, там, Путин, Трамп, еще кто-то, да, а там, ну, Господь был, сам присутствует. Вот, можно письмо написать, то есть можно как-то на интервью побывать, как бы, то есть на демонстрацию прийти, рукой помахать. Ну, представляете, да, что это за уровень? Конечно, это не уровень уже материальных планет, это уровень немножечко выше духовной планеты, духовный мир. Вот, и четвертый уровень освобождения – это обладать таким же телом, как обладает сам Господь. То есть тело нематериальное, тело духовное, оно не подвержено болезни, смерти, там, и так далее. То есть оно может перемещаться со скоростью выше скоростью звука, света, да, то есть оно может все что угодно. Любая часть тела, оно может принимать любую форму. С помощью этого тела можно, ну, в принципе, принимать любую форму. Ну, это такой вид духовного тела, оно летает, как бы, оно перемещается, телепортируется. Все то, что мы можем только представить в таких снах, это как бы уже, ну, это реально, то есть это все описано, это все авторитетно. Вот, и четвертый, пятый уровень, извиняюсь, освобождения – это освобождение, возможность попасть в игры Господа. Да, то есть мы знаем из также гнических писаний, что Господь, Он не статичен, да, то есть у Него есть много разных проявлений, вот, Он воплощается на разных планетах, в разных системах, разных материальных миров. У него огромное количество имен, некоторые его знают под одним именем, как Будду, другие, как Раму, третьи, как Иисуса Христа, четвертые его называют каким-то другим именем, как бы, ну, суть – это одно и то же проявление Всевышнего Господа, который приходит либо сам, либо через своих аватаров, да, которые проводят его волю. Вот, и здесь вот уникальная возможность этого вида, как бы, то есть она как раз находиться в непосредственной связи, то есть когда следующая какая-то игра, какой-то спектакль Господь устраивает где-то в другом месте, можно перенестись вместе с ним, вот, и какую-то роль в этом спектакле сыграть. Вот, и таким образом это было три вида благочестия, которые приносят разные результаты, вот, и наш уровень, или то, о чем мы говорим, это как раз Карма Сукрити, это материалистическая в большей степени деятельность, вот, потом Гьяни Сукрити – это познание Вселенной, познание знания, познание знания, да, ну, таким образом, знание материальной науки, Господи, сопоставление, как бы, выбор и выбор. И третье – это как раз Бхакти Сукрити, все, что связанное с познанием Господа, и там вот эти уникальные пять видов освобождения, как результаты вот этой деятельности они даются, вот, но, тем не менее, а, и здесь еще есть градация, наверное, вот так вот было бы правильно сказать, что из всех этих видов Сукрити, как бы, это как разный вид, разные виды энергии, то есть с помощью Бхакти Сукрити, высшего благочестия, можно вот это некое Бхакти Сукрити, это, знаете, как универсальная валюта, его можно менять на Гьяну Сукрити, можно менять на Карму Сукрити. То есть Карма Сукрити – это та вещь, которая позволяет какие-то материальные вещи в свою жизнь приносить. Да, богатство, вот как раз то, о чем мы и говорим, миллиарды, машины, дома, там, и так далее, и так далее. Вот, и с помощью Кармы Сукрити нельзя попасть на какие-то высшие планеты, да, или в Игры Господа, или тело такое же обрести, вот, но зато с помощью Бхакти Сукрити можно, можно Бхакти Сукрити разменять на более низшую валюту, на Гьяну Сукрити, которая дарует вот это, мне кажется, освобождение, знание универсальное, и на Карму Сукрити, которая дарует материальные вещи, дарует рождение высокое, да, то есть знание объемное и так далее. Вот, это по видам Сукрити. И теперь мы перейдем к тому, как же в итоге можно накапливать это благочестие, это Сукрити. Вот, и существует два основных способа накопления благочестия. Первый из которых это благотворительность. И благотворительность это универсальный способ, вот, есть три вида, также благотворительности в трех разных гунах. Гунах, как бы, то есть гунн это некое такое состояние, некое настроение, в котором все это совершается. Вот, говорится, что на наши материальные миры постоянно действуют три гуны. Благость, страсть и невежество. Вот, и люди, они находятся всегда под влиянием вот этих трех настроений. Вот, и таким образом благочестие, благотворительность в благости, это такое состояние, когда вы не удовлетворяете какие-то сиюминутные желания человека, да. То есть к вам приходит человек и говорит, слушай, я вот голоден, дай мне еду. Вы не даете ему в этом смысле, как бы, еду. Ну, конечно, можете накормить его, но вы видите наперед, как бы, в причину того, что он к вам пришел. И в причину того, что он голодный, как бы, и что завтра он также будет голодный, также будет вынужден ходить. И вы даете ему не просто еду, вы даете ему способ, с помощью которого он может эволюционировать, то есть он может перейти на другой уровень, он больше не будет туждаться в еде. И это вот как раз благотворительность в благости. То есть когда вы даете человеку не рыбу, а удочку, да, я не знаю, слышали, наверное, эту притчу, вот, и гораздо проще научить человека рыбачить, чем каждый день ему выдавать по рыбине. Ну вот, и поощряйте таким образом его, такую некую бездеятельность, там, да, не поощрять его стремление к развитию. Вот, и в этом смысле есть такой интересный персонаж, его зовут Майкл Роуч, можно тоже посмотреть в Википедии, в интернете. Ну вот, у него есть такая концепция, которая вот у меня лично очень отзывается, и он говорит о том, что если вы хотите для себя чего-то, то это что-то нужно дать людям, другим. То есть он рассказывает очень интересную историю, я смотрел его в интервью, что к нему пришел политик в Аргентине, по-моему, где-то и сказал, слушай, я хочу стать президентом Аргентины. Но я не помню, может, не Аргентина, это была какая-то другая страна. Ну, не суть. Вот, что мне нужно для этого сделать? Он сказал, хорошо, тогда ты возьми человека в политике и помоги ему добиться какого-то поста, то есть какого-то положения. Просто сделай все, что от тебя зависит для того, чтобы ему помочь. Именно таким образом и сделал. Там год или два он помогал кому-то, как бы, то есть, ну, выйти на определенный уровень. Еще через несколько лет он стал президентом этой страны. Очень классный, красочный пример. То есть для того, чтобы самому заработать много денег, нужно помочь другим людям, другому человеку заработать много денег. То есть вы помогаете ему, ваш запас вот этого благочестия увеличивается, и у вас появляются возможности, жизненные обстоятельства для того, чтобы самому выйти на этот уровень. Вот. У нас, к сожалению, устроено все немножечко по-другому. То есть человеку кажется, как бы, чтобы для того, чтобы продвинуться по жизни, нужно всех вокруг обмануть, что это некое мышление постоянного дефицита, что в мире всего не хватает. То есть если кто-то станет богатым, то, наверное, тогда мне не хватит. Вот. И надо ближнего, как бы, пнуть посильнее, чтобы он улетел подальше, чтобы в кормушке вдруг из-за него не закончилось, чтобы мне хватило. Вот. И вот такое настроение, когда люди помогают другим, видят суть вот этой проблемы, это называется благотворительность в благости. И благотворительность, это не всегда про деньги, да, то есть это даже в редких случаях про деньги. Благотворительность может быть в форме совета, да, в форме какой-то другой эмоциональной помощи, там, и так далее, понимания, то есть в форме знания, может быть, когда человек делится своим знанием. Очень много видов, с помощью которых все это можно сделать. Следующий, второй вид благотворительности, это благотворительность в страсти. Вот. И благотворительность в страсти, она отличается тем, что мы, у нас есть расчет, мы делаем что-то ради чего-то, там, если это позволит, то увеличить мой престиж, тогда я это сделаю. Я там жертвую деньги для того, чтобы об этом все узнали и обо мне говорили, как о великом меценате. Или я жертвую деньги в какие-то благотворительные фонды для того, чтобы уменьшить налогоблагаемую базу, уйти от налогов. С одной стороны, вроде это и благотворительный поступок, но с другой стороны, настроение совсем другое. Это вот в страсти. Страсть, когда мы делаем что-то ради чего-то, для того, чтобы получить какие-то блага, какие-то преференции. И, соответственно, уровень энергии благочестия, конечно, он пропорционально меньше, потому что это не чистая благотворительность, она загрязнена под влиянием вот этой вот гуны страсти. Плюс к этому есть благотворительность даже в форме невежества. Невежество – это такая деятельность, которая в конечном итоге, она выглядит как благотворительность, но она приводит к разрушению. И пример, допустим, самый простой – дать денег алкоголику. Да, то есть, давая денег алкоголику, вы вроде помогаете ему, да, но в чем заключается ваша помощь? В том, чтобы он купил и выпил, как бы, и таким образом еще больше деградировал и быстрее умер, как бы, то есть, вот в конечном итоге ваша помощь, ваша благотворительность, да, или помощь, например, преступнику. Когда вас просит человек, слушай, там, друг, как бы, то есть, ну, ты мне помоги, там, надо переждать, пересидей, там, или, там, давай я, там, тебе, там, денег каких-то закину, пускай пока у тебя полежат, там, чемодан с деньгами, да, ты мне помоги, а я заберу, как бы, там, ну, нормально все. Вот, а деньги этот чемодан, там, украл у какого-то, я не знаю, детского фонда, там, или у каких-то людей, которые на благие дела, там, знаете, вещи собирались делать. Вот, и таким образом это, вроде, и благотворительность, но в то же время она в глубоком невежестве, в непонимании. То есть, она приведет, как бы, к наказанию этого человека, и вы будете в этом смысле соучастником. И это, как бы, та деятельность, которая не приносит плодов, она, наоборот, как бы, это негативная карма, это не уровень благочестия. И многие люди этого не понимают, то есть, они слышали о том, что, как бы, ну, нужно быть щедрым, да, нужно быть справедливым, вот, они решают быть щедрыми с алкоголиками, с бандитами, как бы, то есть, и с какими-то другими людьми. Или испытывают слабость к ним. Приходит человек и говорит, слушай, ну, дай мне денег, как бы, да, там, я тебе отдам. Раз ты мне отдал, приходит потом еще раз, слушай, ну, дай, вот еще мне там денег. И они, как бы, дают, дают, ну, вроде как, да, там, христианские ценности, ну, вроде это хорошо, позитивно, как-то надо помогать, еще что-то. Но фактически, что происходит тогда? То есть, человек, да, не работает или он относится к жизни безответственно, а вы финансируя его, да, то есть, помогаете ему деградировать, то есть, вы помогаете вот этому уровню ответственности не повышать, а его, наоборот, понижать. И таким образом, как бы, то есть, вы, на самом деле, виноваты, остановитесь, сопричастны в его деградации. Вот то же самое может, таким же образом, может идти речь, там, о каких-то даже группах людей, может быть, которые вы финансируете или еще что-то. Вместо того, чтобы развиваться с помощью вот этих вот ваших инвестиций, да, или еще что-то, они могут деградировать. Поэтому с пожертвованиями, на самом деле, да, и с благотворительностью, на самом деле, нужно быть очень внимательными. Вот. И по поводу благотворительности, и по поводу миллиардеров, я бы хотел отметить следующее. Вот я здесь немножко подготовился. Вот. И просто для понимания, вот, зачитаю вам небольшую статью. В 2010 году основатель Microsoft Билл Гейтс, его жена Мелинда, финансист Орен Баффет, запустили компанию Given Plage, клятва доверия по-русски, в рамках которой призвали таких же, как они, миллиардеров, установить единый стандарт чедрости, отдать большую половину своего состояния на благотворительные нужды. Сами основатели выступили радикально. Билл Гейтс заявил о том, что жертвует 77,3 миллиарда долларов, 95% своих накоплений. У Уоррен Баффет 66,7 миллиардов долларов, 99% от всего заработанного. Вот. И с первыми членами вот эти люди встречались самостоятельно, то есть уговаривая их все это сделать. И это вот некая идея, потому что мы смотрим, мы привыкли смотреть на миллиардеров и на богатых людей, как бы, то есть, как на таких жадных, как бы, да, прижимистых людей. Но сам тот факт, что они сейчас, как бы, то есть, миллиардеры, они процветают, он говорит о том, что в прошлом они очень много занимались благотворительностью. То есть мир так устроен, что невозможно прийти к этому уровню, как бы, то есть, не жертвуя, то есть, не отдавая на благотворительность. Говорит о том, что это очень щедрые люди в прошлом. То есть, о том, что они жертвовали очень много денег на разные программы, может быть, даже не в этой жизни, может быть, в прошлой жизни. и сейчас этот уровень как будто из благочестия настолько велик они на на этапе на получение как бы вот этих вот плодов до их уровень вот этого невидимого благочестия энергию настолько велик что за чтобы они не взялись они всегда преуспевают то есть чтобы они не начали делать как бы то есть их желание они фактически материализуются потому что у них огромное количество денег на вот этом вот счете благочестия вот немножечко про уоррена баффета уоррен баффет один из самых известных бизнесменов мире а его карьера на фондовом рынке легендарно состоянии баффета оценивается в 66 миллиардов долларов сам он занимает третье место среди богатых людей мира и все это в основном благодаря его особому умению выбирать акции то есть ну понимаете о чем идет речь то то есть человек инвестор он инвестирует но как он понимает куда надо инвестировать и как куда не надо инвестировать он же не умеет читать мысли да то есть нет таких способностей но у него настолько великий высокий уровень вот этого благочестия что куда он не пойдет как будто есть везде устанавливается процветание то есть везде вот этот вот рост прибывает хорошо сорта на сорт сорта баффетом понятно с белым а гейтсом тоже кстати марк сукерберг сукерберг и илон маск они тоже входит вот этот клуб клятва дарения на то есть они дали то есть они жертвуют огромное количество денег немножечко про илана маска я думаю тоже слышали один из основателей paypal маска заработал свое первое состояние когда компания приобрела и бей и бей и бей его купила однако он не был готов уйти на покой и затем создал тесла spacex ну вот а также другие проекты то есть куда не идет этот человек с этим уровнем своего благочестия он везде преуспевает таким вот образом возникает вопрос а зачем вообще они это делают когда что они дураки что ли то есть или у них слишком много денег а теперь вот подумайте просто и попробуйте сопоставить это на себе было ли у вас когда-нибудь слишком много денег то есть так чтобы вы могли как бы их ими раскидываться давать туда куда там вам не нужно нет же правильно человек такое существо что денег много не бывает то есть чем больше доход тем больше аппетита как бы то есть проекты и желание не растут всегда соизмеримо как бы с уровнем дохода и с уровнем возможности и теперь вдумайтесь просто в тот факт почему эти люди дойдя вот до этого уровня на они жертвуют какие огромные деньги то есть отдают куда-то на благотворительность на поддержание разного проекта там поиск поиска медикаментов различных разработку поддержание каких-то благотворительных программ там сохранение окружающей среды там так далее там много различных фондов там кстати они жертвуют не в один фонд а каждый из них жертвует в свой просто чтобы людей которые видят в этом какой-то заговор как бы чтобы поняли то есть они просто жертвуют в разные фонды они сами выбирают нет определенной структуры то есть это не официальная какая-то программа то есть это просто на уровне обещания на уровне моральных ценностей то есть я обещаю жертвовать больше 50 процентов своих средств на какие-то на какого-либо рода программы вот это они делают потому что знаю секрет секрет тот как раз о котором мы говорим о благочестия что назначение изначальное назначение денег дают этих вот средств служить высшей цели служить воле всевышнего господа то есть они предназначены для развития людей для того чтобы люди развивали для того чтобы они создавали экономическую платформу до чтобы не нужно было думать о пропитании и могли расти на этой экономической платформе духовно для того чтобы могли развивать качество духовные для того чтобы они заниматься духовной практикой для того чтобы могли заниматься как раз вот этой гьяной вот этим знаниям, понимать, как этот мир устроен, находить свое место, осознавать, что я есть душа, что я есть частичка Бога, для чего я здесь нахожусь, какая цель, как я могу выйти из, как я могу не страдать больше в этом мире, как я могу становиться более и более счастливым, как я могу познать Бога, как я могу служить Ему и так далее, и так далее, и так далее. Вот назначение денег, оно заключается именно вот в этом. Эти люди это либо понимают на уровне своего интеллекта, либо они это чувствуют благодаря своей как раз благочестивой деятельности в прошлом. И они интуитивно могут делать эти вещи, просто потому что как бы у них есть соответствующая самскара, о самскарах мы тоже говорили, соответствующий образ прошлого на уровне ума, на уровне тонкого тела. То есть они понимают, чувствуют, что это правильно, это на уровне инстинктов у них работает. Вот они жертвуют эти деньги, и эти деньги к ним приходят опять. То есть если посмотреть, стали ли эти люди беднее, они не стали беднее. Они жертвуют огромные деньги, еще большие деньги им приходят в ответ. Потому что именно так работает вот эта вот система, вот этот материальный мир. Когда ты делаешь что-то, как Иисус Христос говорил, меня скудеет рука отдающего, если ты что-то даешь, ты сразу же получаешь в другую руку еще больше, чем ты отдаешь. И главное здесь не развить жадность, не стать скрягой. Вот скряги и жадины, кто никому ничего не дает, не помогают, они становятся как раз бедными. Потому что они никому не отдают, и таким образом к ним ничего не приходит. не новые идеи, не новые связи, не новые знакомства. Они перекрывают просто вот этот источник заработка. Они обнуляют свое благочестие. Они не позволяют вот этому благочестию накапливаться на их невидимом счету. И те желания, которые к ним приходят, просто нет денег на их удовлетворение, нет вот этого духовных денег для того, чтобы эти желания осуществить. Вот и таким образом это про благотворительность и про людей, на которых мы в неком смысле ориентируемся, если мы говорим о том, что мы хотим стать миллиардерами. Как они это делают? И они, я вас уверяю, начали это делать не когда уже стали богатыми. Они это делали всегда. То есть такой ход мысли, если его не было раньше, он просто так не придет, просто так не разовьется. То есть такое же понимание у них было всегда. То есть они помогали другим людям, то есть они куда-то там что-то жертвовали в силу своих возможностей. Просто это было не распиарено, это было незаметно, это не были миллиарды, поэтому об этом не писали газеты. Ну хорошо, но с этим понятно. Еще следующие вещи, которые я сказал, я напоминаю, что у нас в этом видео две вещи, с помощью которых можно увеличить уровень вот этой вот энергии благочестия. То есть первое это благотворительность, мы об этом говорили. И второе это аскеза. Аскеза это добровольное лишение себя чего-то во имя чего-то большего. То есть когда я отказываюсь, допустим, от похода в кино ради того, чтобы выучить уроки, то есть закончить курс или университет и добиться чего-то большего в жизни. Да, то есть я с этим, с этим, с этим я думаю понятно. Вот и есть несколько видов аскез. Четыре. То есть первый уровень аскез это телесные аскезы. И они разделяются на два вида. То есть это аскеза движения и аскеза статики. То есть не двигаться. Аскеза движения мы причисляем любой спорт, любую активность. То есть и мы знаем, что для того, чтобы стать здоровым, чтобы было у нас больше энергии, чтобы у нас была больше производительности, у нас должна быть энергия. То есть и мы совершаем вот эту аскезу в движении, то есть по другому занятиям спортом. Да, тогда каждое утро там мы уходим на пробежку. Или там каждый четверг мы идем в спортзал. И так далее, и так далее. То есть любой спорт, любые начинания. Следующий аскеза, вид аскезы это статика. К статике относятся йога. И да, асаны, йога, как бы такие вот вещи. То есть когда люди в неподвижном положении, как бы, ну, находится большое количество времени ради чего-то. В основном, как бы, то есть это в восточной традиции. Люди садятся в какую-то асану. Как бы начинают, можно повторять мантры, обращаться к Богу. Или начинают созерцать свое сердце. Смотреть, заглядывать вглубь себя. Очищать свой ум и так далее. Это тоже аскеза. И в этом смысле, как бы, то есть тоже важный момент умонастроения, ради чего мы все это делаем. А сюда, здесь как раз мы возвращаемся к предыдущей теме. Это благотворительность и вот эти тригуны. Благость, страсть и невежество. Вот. И ради чего, как бы, то есть мы это совершаем. То есть можем в страсти это совершать ради обретения каких-то вещей. Ну, как, допустим, я занимаюсь спортом для того, чтобы у меня была хорошая форма. Для того, чтобы, там, я нравился, там, девчонкам или мальчишкам, как бы, то есть и привлекал их, как бы, то есть у нас были какие-то отношения, как бы, я весело проводил время, наслаждал свои чувства, там, и так далее. Ну, вот есть в благости, соответственно, ради какой-то высшей цели, да. Я хочу быть здоровым для того, чтобы иметь возможность иметь здоровое тело для того, чтобы служить людям вокруг меня, там, своей семье, Господу Богу, как бы, то есть моим односельчанам, горожанам, как бы, то есть жителям моей страны, там, и так далее. Вот. И это об этом. Соответственно, есть движение, есть статика, как бы, они оба работают на уровне тела, как раз. Есть аскеза умственная, аскеза ума. И аскеза ума, в большинстве случаев, она выражается либо в творчестве, либо в обучении. То есть, когда мы свой ум напрягаем непослушно, и он, как бы, хочет везде погулять, попрыгает туда-сюда, а мы его концентрируем, как бы, нет, подожди, вот, нужно учиться, как бы, нужно вот это выучить, как бы, для того, чтобы что-то там, да, либо самому насладиться, либо кому-то что-то еще сделать, вот, либо каких-то не очень хороших вещей добиться именно в невежестве и так далее. Вот. И творчество, как бы, это то же самое, обучение, творчество, то есть, это некая деятельность, да, некая, некая активность, где мы пытаемся что-то найти, что-то изобрести, как бы, то есть, что-то такое осознать какое-то большое, разработать какую-то систему, там, уникальную, да, которой в рынке, допустим, раньше не было, там, система продаж или система производства, там, или система сервисных отношений каких-то, да, клиента, заказчик, производитель и так далее, что такое уникальное. Вот следующий вид аскезы, это аскезы чувств и либо социальные, это отказ от того, что нравится, но не полезно. И здесь, может быть, несколько вещей, вот, как примеры, то есть, это может быть пища, может быть общение, может, ну, в качестве, допустим, измен, да, то есть, я отказываюсь, как бы, то есть, от общения, любого, там, сексуальных общения, общения вне брака, да, то есть, я осознанно, несмотря на то, что мне это нравится, от этого отказываюсь. То есть, у меня таковы мои принципы, как бы, я это делаю ради благополучия, там, моей семьи, как бы, ради того, чтобы мы могли все развиваться, вот, это аскеза в общении. Как пример, еще, может быть, общение, допустим, в просмотре каких-либо, там, видео, допустим, неполезных, да, то есть, хочется залипнуть, посмотреть какие-то видосики интересные, там, кошечек-собачек, там, или фильмец какой-нибудь интересный, когда смотрели, сериальчик, да, там, зависнуть на недельку, вот, а человек находит в себе силы и говорит, нет, это не то, что мне нужно, то есть, моя задача, как бы, у меня есть цель, я хочу стать миллиардером, вот, и для этого я должен раскрыть в себе таланты, я должен себе развить вот эти вот умения, вот это моя цель, как бы, то есть, я сейчас работаю над бизнес-плассом, планово у меня есть понимание, как бы, то есть, привлечение инвестиций, я должен все это составить, то есть, как раз жертвование меньше ради большего, то есть, на, и в данном случае жертвование вот этими чувствами, да, то есть, желанием, там, насладиться, просмотром, вот, и, как бы, слух, да, здесь то же самое, допустим, хочется, там, за кем-то что-то подслушать интересное, там, да, кому-то кости перебывают, как бы, человек осознанно, ну, щек уходит оттуда, ну, это тоже появляется таким же образом в этом аскезо, а как мы, соответственно, эту аскезу используем, это уже другой, другой вид, вот, и последнее, как бы, здесь это аскезо духовное, то есть, когда человек осознает себя не как материальное тело, как душу, которая находится в этом материальном теле, который действует в этом мире, и действует в этом смысле для поддержания каких-то принципов и идей, да, то есть, она действует не ради, как бы, чувственных наслаждений в концепции тела, там, да, я там, мы хочу разбогатеть для того, чтобы купить себе машину, она такая приятная, там, кожаная руль, там, классная музычка, у меня уши будут наслаждаться, я буду ее трогать, так все классно, на меня будут смотреть, там, и будут говорить, вау, какой классный чувак, у него много денег, он просто великий, да, здесь нет, я хочу разбогатеть для того, чтобы изменить этот мир, для того, чтобы сделать его лучшим, для того, чтобы люди, которые, даже не люди, может быть, а души, которые находятся в этом мире, рядом со мной, они имели возможность выйти на достойный экономический уровень, имели возможность заниматься духовной деятельностью, осознавать Господа, то есть, выстраивать отношения в семьях, как бы, да, то есть, чтобы на духовных принципах, чтобы не ругаться, чтобы вместе развиваться, и так далее, и так далее, вот, какие-то, в этом смысле, могут быть миссионерские проекты, образовательные, экономические, религиозные, в том числе, как бы, то есть, здесь, в зависимости от притащения человека, как бы, он может направлять свою энергию, как бы, то есть, вот, в разные, в разные условия, русло, но, если это не связано с концепцией тела, да, то есть, и каких-то наслаждений ради самого себя, то есть, это уже духовная платформа, вот. Таким образом, мы проговорили про аскезы. Таким образом, еще я напомню, что мы говорим сейчас про благочестье, и мы сказали, что такое благочестье, что это невидимая энергия, вот, мы поговорили про типы благочестия, три вида благочестия, напомню, это карма укрите гиану сукрити бакте сукрити кармическая деятельность научная деятельность направлены на осознание себя и служение господу вот и способы накопления вот этого благочестия то есть это благотворительности и это аскезы вот и таким образом как завершение вот этих вот трех видео да и подводя итог и пытаясь ответить на вопрос а могу ли я стать миллиардером да то есть каждый из вас может заглянуть в глубь себя и посмотреть на вот эти изначальные три закона удачи о которых мы говорили посмотреть на карму и просмотреть на благочестие то есть если вот эти компоненты у меня уже сейчас да то есть и если я до сих пор не до сих пор не миллионер то где же может быть накладочка то есть в чем я действую не из концепции как бы то есть миллиардера не из концепции вот этих вот людей которые там отдают по 50 соглашаются дать по 50 процентов своего состояния на благотворительность то есть и где у меня нет вот этого мышления который позволит мне эти миллиардером стать завтра вот это именно об этом надеюсь видео было полезным надеюсь вы приблизитесь к ответу на этот интригующий вопрос может быть сознаете нужно этого мне нужно вам дать что вы готовы этого сделать вот на этом все пока удачи вам счастливо и а и и Продолжение следует...